привет вас все склеили ласты я хотел бы сказать конечно безумному щенку нет все российской федерации официальное сообщение официальное сообщение из саудовской аравии и не из китая садовск но вы знаете там будет проходить встреча но насколько я понял это будут помощники или заместитель который занимается нацбезопасность вы знаете что в моих странах есть такие вообще так называются там посоветники глава нацбезопасность ну некоторых это возлагают бывает на замминистра иностранных дел в некоторых вице-премьеры в разных странах по разным и вот будет совещание таких представителей официальных заявлений еще официальное заявление садовской аравии ну то что организовывает китайская сторона будет представлен официально то есть китайская цк кпк сообщили что дам их представитель будет еще раз говорю это будут да это не глава государства нет товарищей не будет не будет потому что это встреча не то масштаб товарищей не будет зеленского тоже не будет скорее всего от нашей стороны будет термак может быть а может еще я просто не совсем знаю там этот регалий их не ну что в сша это понятно там есть а в некоторых странах нет такой чисто должности по этой причине немножко по-разному да это может быть глава разведки тоже некоторых странах вот глава разведки или там глава силовых структур она отвечает за нас безопасно почему какая страна такая традиция там уже вроде бы но то что заявила садовская аравия 19 участников будет и вот как раз официальное сообщение китай будет представитель китая тоже хана россии все ребят вращаю ваше внимание россии не будет однозначно там мексика повыпендривалась поговорила и послали ну на три веселые буквы сказали выпендрешь не чай дальше нафиг то нам нужно да сша конечно будет как бы догадываетесь ну из европы тоже практически все будут но как бы самая интрига же заключалась в том будет китай потому что еще раз встреча без россии украина но без россии какая знаете ну как бы да да я знаю конечно конечно я читал давайте я даже не хотел бы читать то как вы догадываетесь время от времени тоже фейсбук подгружает не некоторых российских экспертов ну по узнаете если когда-то ты был с ними связанных фейсбук читает вот иди что поневоле пришлось читать да они все объясняют что это все фейк что это вся встреча общей чушь то это ничто великий путин усрался в очередной раз вот это великое событие а встреча в садовской раве это вообще там ни о чем да согласен ни о чем и потому что путин усрался в очередной раз вот это как раз факт того что действительно встреча он боится ну потому что как вы сами догадывались предпринимали массу усилий со стороны кремля чтобы их пригласили массу на коленях ползали что называется умоляли упрашивали все сколько было разговоров бесед с китайской стороны когда паркетры да нет мы участвуем так где кто все ребята ваше мнение вот там сидеть в углу и не тяпкать поняли место россии не тяпкать она уже даже не может ну как бы протест заявить никто но понятное дело что большая часть встречи будут за закрытыми дверями даже сообщаешь там ну как бы официально что-то будет но какой-то общий куменьке или общих документы никто публиковать не будет ну поймите сами встречаются представители по нацбезопасности ведут практически тайные переговоры тут друг ни с того ни сего печатают что они говорят нет нет я абсолютно уверен что там будет разное мнение однозначно ну вы понимаете украина будет представлять формулу мира от зеленского понятное дело китай будет да 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 я происходимо понимаешь китайская страна будет свою гнуть линию а как вы хотите нет это логично было бы странно чтобы нет плюс ко всему понятно сша будет свою европа там действительно дискуссия будет довольно жесткая и так как она вот за закрытыми дверями то будет какая-то утечка но она не всегда будет достоверная вы же понимаете в некоторых случаях утечка будет заведомо неправильно чтобы никто не догадался до будет делить россии фактически почему без раз будет делить или решать судьбу россии больше да по этой причине китая хочет поучаствовать китай действительно ну как бы рассматривает территорию российской федерации как свою в общем естественно там будут идти определенные торги американская сторона начинает свою высказывать мне ну а что будет украинская своя нам кусок да смешу конечно нафиг нам этот кусок россии забирает сша кто там еще хочет хочет там турция что-то хочет такая убогая страна с такими проблемами с такими изгибами нафиг она нужна отдадим китай российскую федерацию пускай китай примучиться с этими русскими тела же здесь так что вот такая информация такие вот новости да действительно выгодно для украины однозначно еще раз показывает что россия попала полную мировую изоляцию полней по той простой причине что понимаете как одно дело там собрать африканцев причем заплатить ну знаете получилось что путин заплатил 23 миллиарда долларов чтобы собрать ну в общем-то марионеток который ни черта не решает а вот это настоящее как бы такой международная встреча действительно решает судьбу россии судьбу россии обращаешь внимание россию саму не пригласили интересно да то есть решает судьбу россии но без россии и хотя принципе путин постоянно ли это не не все по плану по плану сдать россию глубокий план и однако же не думал что так можно хитро закрутить чтобы сдать россию это был план план чего развалить да нет конечно план был другой глупый бессмысленный матика ситуация в общем-то да действительно путин полностью показал свою неспособность абсолютно давайте если бы он бы хотя бы ну само начало сказал что я там воюю условно там за несколько лаганского а то что он же полез с размахом знаете и сейчас чтобы не говорил как он бы не заявлял не тянет по той простой причине стоп стоп ты же рассказывал что за три дня киев возьмешь ну где ты же рассказывал что там уже украина тебя ждет где ты же рассказывал что там все предатели зеленский убежал где а мировой как сказать то ли страны смотрят прямолинейно что это за руководитель что-то за страна который несерьезно потому что сейчас цель номер один провести выборы ну и что но проведет путин выборы ну и что понимаете плевать все хотели все знаешь там выбор эффективно все знают по этой причине вот вот мы вы не провели что дальше это же не поможет ну проиграли так проиграли кто что хотите так что ждем эту встречу ну жаль что такой полноценной информации полной мы не узнаем она всегда будет закрыта но сам факт что китай присоединился сам факт что китай хочет участвовать деле же россии публично это говорит обман что да действительно путин проиграл все уже отыграть невозможно если кто-то думает нет нет ребята уже все сказали морг россии значит морг все и и и